По тонкому полукольцу радиусом R равномерно распределён положительный заряд Q, определить напряженность поля и потенциал в центре полукольца. Для того, чтобы найти напряженность поля, можно использовать токуформу для точечного заряда, поэтому опять выделяем DL, на котором будет сосредоточен заряд DQ. Сразу выражаем DQ, это будет линейная плотность, разделить не на 2PR, а на PR, полуокружность. Это будет линейная плотность заряда. Умножить на DL и расстояние радиус-вектор будет направлен из нашего заряда в точку, где он создаёт поле DE. И мы это DE запишем по формуле точечного заряда. DE будет равно DQ на 4P ε с ноликом R в квадрате. Модуль равен R. Чтобы сложить все, мы должны брать проекцию на ось Z, или на ось X, давайте назовем E. Проекция на ось X будет равна полному E, и мы должны будем в виде уголочек альфа, вот этот альфа, умножать все на косинус альфа-видовыражение под интегралом. Мы должны складывать, DQ подставляем Q на DL на косинус альфа на 4P ε с ноликом, на PR умножить на R в квадрате на 4P ε с ноликом, на PR, и тут ещё R в квадрате, то есть R в квадрате получается. Ну, мы по полу окружности, по всей, берем эту игру по DL, поэтому все у нас, нет, не все, альфа не будет не констант, альфа-то будет меняться, надо как-то альфа теперь у нас тоже выразить, свести, у нас и L переменные интегрирования, и альфа переменные интегрирования, все остальное это константы, это не страшно. Мы сейчас вынесем все остальное Q на 4P квадрат R в кубе ε с ноликом, а под интегралом останется DL косинус альфа. Когда мы начнем DL разный выбирать, косинус альфа будет меняться, поэтому, наверное, можно косинус альфа выразить так, что же выразить? Выделили здесь какой-то участочек, Это у нас угол альфа, это у нас L альфа, мы берем вот такую проекцию, здесь у нас DL косинус альфа. Мы каждое DL должны будем умножить на косинус альфа. Каждое DL умножить на косинус альфа. Если мы возьмем вот здесь DL, альфа у нас будет 90 градусов, и тогда у нас полностью спроекцируется. Если здесь, то у нас проекция будет вот такая. DL проекция на это направление. А если здесь возьмем, то проекция будет стремиться к нулю. Поэтому можем к этой оси привязать теперь и записать так. DL на косинус альфа равно DX. X будет пеняться от 0 до R. Поэтому здесь просто R получится. Q равно Q умножить на R 4P квадрат R в кубе эпсимон с нуликом. 1R сократится и получится Q на 4P квадрат R квадрат эпсимон с нуликом. И найти потенциал в центре полукольца. Потенциал искать-то легче, потому что это скалярная величина. По принципу суперпозиции вот этот зарядик DQ будет создавать здесь потенциал DF. И мы все эти потенциалы сложим, и все будет хорошо. Потенциал, похожая формула для потенциала, создаваемая элементарным зарядиком. 4P эпсимон с нуликом отличаются только степенью R за квадрат R. И мы вот эти все штучки должны сложить. По всему полукольцу, по всем этим DQ. Это у нас константы. Мы их сразу вынесем. 4P эпсимон с нуликом R. А сумма DQ будет равно просто Q. 5P эпсимон с нуликом. 2П по полу.